Встреча в неформальной обстановке. За бизнес-завтраком с министром экономического развития республики Николаем Коряшкиным встретились молодые предприниматели Крыма, вынесшие на обсуждение свои проблемы и заботы. Решать их, по мнению крымского руководства, можно и нужно в формате прямого диалога. Позавтракал с министром и наш корреспондент Алексей Щербак. В Крыму сейчас довольно много активной и креативной молодежи, способной влить свежую кровь в деловые круги полуострова, уверен министр. Большие надежды Николай Коряшкин возлагает на создание технопарков, способных привлечь к работе бизнес-ориентированную молодежь. Технопарки – это там, где мы можем сегодня создать условия для самореализации нашей молодежи, там, где мы можем проводить стартаповские сегодня площадки. И реально молодежь может оценить, насколько сегодня она может подойти к современным технологиям и как она, насколько востребованы ее мысли, чаяния и всевозможные ее решения. Один из таких проектов – инжиниринговый центр, который откроется уже в этом году на базе Крымской медицинской академии. Это уникальная вещь, это современные разработки, это современные технологии, это современные направления в области биотехнологии и прочих, прочих, прочих. Вот этот первый инжиниринговый центр подписан, и федеральный наш, так сказать, бюджет выделяет средства, и часть республика выделяет. Вот мы его в этом году будем создавать и открывать. Это первый пилотный проект. Вместе с тем у молодежного бизнеса в Крыму вполне взрослые проблемы. И в государственной поддержке он нуждается как никогда. Если было бы возможно как-то наших предпринимателей защитить, хотя бы поставить в одни условия. Но получается, что мы сегодня, предприниматели и предприятия, находящиеся в республике Крым, мы уже на старте, не в равных условиях с предприятиями Российской Федерации и предпринимателями. Одна из главных проблем – невозможность получить кредит в банке из-за элементарного отсутствия кредитной истории. Да и количество разрешительных согласовательных документов, которые одинаковые для крупного и для малого бизнеса, молодых предпринимателей откровенно смущает. Крупный завод, Фиолен, необходимо ему собрать 30 справок, включая спецоценку условий труда, сертификаты на одежду и так далее. У них пусть будет 30 у крупного бизнеса, у среднего пусть будет 10 справок, у малого пусть будет 5. На законодательном уровне ограничить количество максимальных разрешительных и иных сопроводительных документов, которые должен предприниматель собирать. В любом случае, именно работа в кризисных условиях, по мнению министра, позволит молодым предпринимателям набраться необходимого опыта и с уверенностью смотреть в будущее. Алексей Щербак, Игорь Романенков, Время новостей.